всем привет с вами джейкоб и рубрика обзоры плагинов нпс на сервере являются незаменимой составляющей они способны привлекать внимание игроков и взаимодействовать с ними зачастую когда речь заходит о нпс многим первым делом приходит в голову плагин citizens это по сути флагман среди всех плагинов на нпс однако он имеет свои изъяны во первых он довольно функциональный это является как и плюсом так и минусом ведь не каждому нужен массивный плагин на нпс с кучей функций большую часть которых вы не будете использовать а во вторых в определенных ситуациях из-за своей массивности он способен влиять на производительность сервера и вызывать лаги сегодняшнем видео мы рассмотрим плагин под названием z npc это довольно простой и понятный плагин который обладает базовым функционалом для создания нпс и взаимодействия с ними давайте ознакомимся с ним поближе поехали спонсор этого видео сервер nether wins ванильное выживание на версии 1.18.2 на сервере вы можете абстрагироваться от излишней суеты которая присуща другим серверам и просто выживать и исследовать просторы кубического мира совместно с другими игроками также на сервере есть кастомные предметы которые станут хорошими спутниками ваших приключений а также ряд других плюшек которые помогут скрасить ванильное выживание присоединяйтесь приглашайте друзей айпи сервера а также ссылка на его группу вконтакте есть в описании под видео спасибо за внимание переходим к обзору и так сейчас мы находимся на страничке плагина z npc плагин работает на версиях от 1.88 до 1.19 то есть диапазон версии прям довольно широкий давайте откроем вики страничку плагина то есть его документацию она нам понадобится также на странице плагина вы можете ознакомиться с его основными возможностями и какими то фичами но это все мы сейчас будем проверять непосредственно в игре поэтому скачиваем плагин переносим его в папку с плагинами и запускаем сервер мой локальный сервер запустился перейдем в папку с и откроем папку плагина z npc она называется серверс npc не запутайтесь в первый раз когда я установил этот плагин я удивился почему папка называется не z npc то есть не соответствует названию плагина но почему-то вот так вот то есть не удивляйтесь не потеряйтесь откроем эту папку конфигурации как таковой в плагине нет точнее она есть но в целом она довольно маленькая и по сути осматривать здесь особо нечего но мы все же рассмотрим основную конфигурацию первый параметр это replace символ сейчас я не буду разъяснять что он означает это нужно видеть в игре я обязательно об этом еще упомяну второй параметр mass pass locations это максимальное количество для пути npc то есть мы сможем задать npc какой-то маршрут по которому он будет ходить и здесь указано максимальное количество вот этих локаций то есть определенное ограничение также у нас есть такой параметр как найминг метод не знаю что это такое в документации информации не нашел впрочем думаю что это не столь существенно дальше у нас интервал сохранения npc каждые 600 секунд то есть каждые 10 минут у нас будут сохраняться все нпс и на сервере дальше мы можем включить или отключить rgb анимацию до из анимацию цветов можем установить пробелы между строками то есть расстояние между строками вы сможете сделать над npc там несколько строк и здесь можно установить интервал точнее расстояние между ними дальше мы можем включить или отключить дебаг то есть режим отладки и установить view distance то есть как бы прорисовку этих npc вот такая вот небольшая конфигурация по сути все что нам нужно она есть в игре поэтому как бы настраивать здесь особо нечего также у нас есть дополнительные файлы файл дата это файл с нашими npc то есть здесь будут храниться данные о наших npc conversations это определенные взаимодействия так скажем с npc то есть вы можете установить чтобы там npc периодически воспроизводил какой-то текст то есть отправлял какое-то сообщение игроку и также есть файл месседжес где вы можете перевести какие-то строчки из данного плагина которых здесь кстати довольно мало папки пас у нас будут храниться маршруты наших npc которые мы будем задавать по сути как бы на этом все думаю что пора уже переместиться в игру и ознакомиться с этим плагином поближе я зашел на свой локальный сервер первым делом ведем команду z npc и у нас выводится список всех команд из данного плагина принят при наведении на каждую команду у нас есть подсказки некоторые подсказки здесь довольно таки объемные поэтому в случае чего вам не придется каждый раз лезть в документацию если вы захотите ввести какую-то команду однако документация нам все равно понадобится поскольку там разработчик все более емко описал и без нее разобраться немножко будет сложновато и так давайте создадим какого-то npc станем допустим где-то вот здесь напишем z npc create дальше нам нужно ввести айдишник нашего npc допустим это будет один айдишник должен быть обязательно цифровой дальше мы вводим тип нашего npc то есть это может быть как моб так и игрок вы можете ввести допустим зомби у нас появится npc в виде зомби но я хочу обычного npc в виде обычного игрока введем player и дальше мы задаем название нашему npc я допустим напишу просто тест npc давайте вот так вот будет это название она по сути будет отображаться только в наших файлах конфигурации то есть это название игроки видеть не будут то есть это как бы не окончательное название нашего npc она и по сути здесь может быть любым каким угодно нажимаем enter у нас создается npc также в чате видим сообщение что плагин не смог определить скин для этого npc это не столь страшно поскольку скин мы сможем установить кастомный и так первым делом давайте сделаем npc более живым сделаем так чтобы он как бы следил за игроком то есть не стоял в одной позе словно он замер на какое-то время для этого нам нужно использовать команду z npc тагл айдишник нашего npc у меня это один и дальше нам нужно ввести определенные параметры вот здесь как раз нам понадобится документация она у меня уже предварительно открыта мы входим в такой раздел как комманс и здесь у нас есть довольно емкое описание с примерами от разработчика по сути по каждой команде давайте найдем такую команду как тагл вот она где-то здесь должно быть и здесь у нас есть примеры у нас есть разные свойства которые мы можем использовать с командой тагл нас сейчас интересует основная такая возможность это лук то есть чтобы npc следил за нами поэтому мы вводим z npc тагл его айдишник лук теперь этот npc будет за нами следить и все время вот так вот не упускать нас из вида помимо свойства лук у нас также есть другие свойства например вот свойства glow то есть если вы хотите задать свечение какому-то npc конкретного цвета вы можете это сделать здесь есть примеры от разработчиков хорошо допустим вы хотите переместить этого npc в какое-то другое место не понравилось вам что он стоит вот здесь для этого мы можем использовать команду z npc move и название то есть точнее айдишник нашего npc у меня это один и этот npc моментально у нас перемещается туда где нужно в то место которое вы стали любой момент вы можете изменить тип этого npc допустим я хочу чтобы это был какой-то зомби тот же вводим команду z npc type его айдишник опять-таки один и вот например зомби и теперь это у нас зомби да здесь произошел небольшой небольшой баг плагина видимо у нас почему-то именно название переместилось вот здесь то есть здесь где он стоял до этого давайте попробуем ее переместить в другую локацию возможно это исправится npc move 1 да вот то есть такое бывает видимо еще не сохранились данные о новом местоположении этого npc поэтому возможно так произошло то есть используя команду type вы можете изменить тип этого npc давайте я изменю обратно его на player то есть обычного игрока хорошо да опять у нас тоже фигня с голограммой давайте опять его переместим где-то сюда к сожалению такое бывает я думаю что дело в том что данные npc у нас сохраняется каждые 10 минут и возможно еще плагин думает что он стоит на вот этом старом месте поэтому еще данные не сохранить давайте изменим надпись над этим npc сейчас у нас выводится название как бы из конфига который у нас будет отображаться в конфигурации давайте зададим кастомный текст его кстати мы можем делать в несколько строк для этого мы используем такую команду как z npc lines айдишник нашего npc 1 и дальше вводим строки которые будут выводиться давайте это будет допустим желтым цветом напишем тестовый и у нас меняется наша голограмма над нпс то есть мы установили свой кастомный текст плагин поддерживает хекс цвета то есть мы можем использовать по сути кастомные цвета у меня есть плагин cmi а в нем есть такая команда как color picker по-моему да и здесь у нас есть разные цвета которые мы можем выбирать на свой вкус допустим хочу я установить вот какой-то такой малиновый цвет мы скопируем этот код однако без вот этих фигурных скобок копируем вот эту решетку и код самого цвета и теперь вводим опять команду z npc lines его айдишник один вставляем наш цветовой код и введем допустим то же самое тестовый и теперь мы установили вот этот кастомный наш цвет то есть любой хекс код цвета вы можете здесь использовать в этих строк если вы хотите создать несколько строк что мы будем делать делается это довольно просто нам нужно ввести команду z npc lines его айдишник если вы хотите создать вторую строку просто нажмите пробел и введите здесь допустим допустим что-то бла-бла-бла пускай будет так и у нас эта строка автоматически переносится на вторую строку то есть как бы пробел у нас выступает своего рода таким переносителем на вторую строку когда вы вводите пробел все что после него у нас будет на второй строке ведем допустим еще один пробел и что-то здесь и у нас будет третья строка то есть по такому принципу это работает если вы хотите чтобы это все было в одной строке вы можете использовать специальный символ который у нас был как раз таки в конфиге плагина это обычный минус либо дефис вы можете написать вот как в моем случае тестовый ла бла бла и дальше какой-то опять текст и здесь мы тоже поставим вот этот минус и у нас это все будет в одну строку то есть если вы хотите установить какой-то текст чтобы каждый пробел у вас в предложении не переносил сообщение на новую строку вы можете просто использовать как бы вот эти обычные дефисы и у нас все будет сохраняться в одной строке если эти дефисы вы не будете устанавливать то у вас будет каждая как бы каждое слово у вас будет отдельной строкой по такому принципу это у нас работает итак давайте теперь установим скин на этого npc как это можно сделать в первую очередь я вам рекомендую отключить систему скинов в вашем лаунчере если вы используете допустим ты лаунчер вы можете зайти в настройки аккаунта если я не ошибаюсь и там в настройках аккаунта в лаунчере вы можете убрать галочку с использовать скины это лаунчер как-то так поскольку это иногда вызывает конфликты и вы на сервере будете видеть не те скины которые на самом деле установлены то же самое касается как и игроков так и нпс то есть вы будете видеть не те скины которые есть на самом деле поэтому я все же вам рекомендую не использовать системы скинов лаунчера если вы не хотите чтобы у вас были какие-то конфликты со скинами чтобы установить скин на нпс мы вводим команду znpc скин его аидишник и дальше мы можем вести допустим ник игрока скин которого будет установлен на этого нпс допустим я установил свой ник если вы хотите установить кастомный скин который вы допустим где-то нашли в интернете как это вообще можно сделать вот есть допустим у меня вот такой вот скин какого-то продавца скупщика и допустим хочу я его установить на своего нпс первым делом мы найдем какой-то хостинг картинок то есть любой хостинг картинок куда можно загрузить поделиться своей картинкой допустим вот я из люблю использовать вот этот просто переносим наше изображение скина вот сюда авто удаление изображений никогда не удалять нажимаем загрузка загрузка завершена вот ссылка на нашу картинку вставим ее посмотрим и здесь нам нужно нажать правой клавишей мышки по нашему изображению и открыть картинку в новой вкладке у нас открывается сама картинка то есть без какой-то лишней информации здесь только сама картинка и вот эту вот ссылку нам уже нужно будет скопировать теперь в игре мы вводим команду z npc скин а яичник нашего нпс и вставляем нашу ссылку проходит какое-то время и у нас устанавливается наш скин который мы только что как бы где-то скачали нашли и установили то есть по сути вы можете нарисовать свой скин загрузить его на какой-то файлообменник точнее на какой-то хостинг картинок и поставить его на нпс но опять-таки если у вас включена система скинов в лаунчере то возможно у вас будет отображаться не тот скин который на самом деле на нпс и поэтому обязательно это учтите следующая немаловажная вещь это команды как можно задать какую-то команду нпс и чтобы при нажатии у игрока эта команда выполнялась чтобы например открывалась какая-то менюшка либо что-то еще происходило у нас есть такая команда как znpc action и здесь у нас есть сразу несколько примеров от разработчика прямо в игре мы можем увидеть несколько примеров вот в первом примере у нас игрока при нажатии на нпс будет переносить на сервер skywars плагин поддерживает банджи корт то есть связку серверов поэтому вы можете его использовать где-то в хабе допустим мы ваших режимов вы можете прописать вот здесь как в первом примере ввести znpc action от айдишник нпс сервер и после этого название вашего сервера допустим skywars bad wars то есть смотря какой у вас сервер и при нажатии игрока будет переносить на этот сервер мой локальный сервер не на банже поэтому я покажу как можно установить какую-то обычную команду на этого нпс допустим есть у нас команда меню да вот меню открывается допустим я хочу установить вот это меню чтобы она открывалась при нажатии на вот этого нпс вводим команду znpc action от айдишник нашего нпс один дальше нам нужно ввести cmd то есть команда и дальше вводим саму команду без слэша команда меню в моем случае нажимаем enter и теперь при нажатии на этого нпс у меня открывается меню то есть вот так вот все довольно просто вы можете установить несколько команд на одного нпс если мы введем команду znpc action лист 1 мы можем увидеть команды вот этого нашего нпс здесь пока что одна команда это команда меню мы можем установить сразу несколько команд на одного нпс то есть здесь все по вашему желанию зависит от ваших потребностей что мы можем сделать еще мы можем экипировать этого нпс то есть можем ему дать какой-то предмет причем делается это довольно просто давайте он будет держать у нас допустим какой-то давайте топор железный топор поначалу нам нужно взять предмет в руку то есть предмет который вы хотите дать этому нпс вводим команду за это нпс эквайп то есть экипировать и дальше нам нужно ввести айдишник этого нпс и слот в котором этот предмет наши нпс будет держать в документации плагина у нас есть все виды слотов то есть это может быть правая рука of hand это у нас левая рука это может быть шлем час play то есть нагрудник по ножи или ботинки то есть вот такие виды слотов у нас есть куда мы можем поместить этот предмет допустим я хочу поместить этот топор в левую руку нпс для этого я ввожу здесь of hand нажимаем enter и теперь этот предмет у нас нпс держит в левой руке а в правую руку давайте дадим ему какие-то вот дайте какую-то дубовую древесину бревно здесь у нас будет уже просто hand это правая рука вот таким вот образом это у нас выглядит то есть все довольно просто и элементарно если вы хотите задать маршрут этому нпс и то есть чтобы он не стоял на одном месте а куда-то ходил мы будем использовать такую команду как znpc pass то есть путь вводим команду znpc pass create и создаем название для нашего маршрута допустим просто будет тест пас 1 нажимаем enter и теперь нам нужно пройтись там где вы хотите чтобы этот нпс у нас ходил то есть нам нужно сейчас задать его маршрут допустим вот такой вот будет маршрут после этого когда вы создали этот маршрут нам нужно ввести команду znpc pass exit и мы как бы закончили редактирование маршрута этого нпс теперь чтобы нпс у нас ходил по этому маршруту мы вводим команду znpc pass set а идишник нашего нпс 1 и название нашего маршрута это у нас тест pass 1 как я его называл нажимаем enter и теперь этот нпс у нас будет ходить по тому маршруту который мы ему задали то есть вот таким вот образом это у нас выглядит в принципе тоже вещь довольно юзабельная хотя честно говоря я не очень люблю создавать подобных нпс но хотя если у вас возможно какой-то тематический сервер то несколько таких нпс вы можете разместить где-то на спавне либо в каких-то интересных местах на вашем сервере они добавят больше какого-то антуража и атмосферы хорошо давайте удалим от этого нпс и создадим какого-то нового znpc create а идишник допустим один тип нашего нпс player и его название допустим да в принципе любое что такое может быть в любом случае мы сможем изменить именно вот эту строчку давайте даже это сделаем npc lines а идишник и допустим это будет джейков установим еще скин znpc скин а идишник и вот отлично последнее пожалуй что мы рассмотрим это определенные взаимодействия с нпс если вы хотите чтобы например игрок входил в зону действия нпс и этот нпс как бы говорил с вашим игроком то есть выводил ему какое-то сообщение то это вполне можно также сделать для этого есть команда znpc conversation опять-таки вернемся в документацию поскольку здесь у нас все более емко описано и в любом случае вам придется в нее сюда возвращаться поскольку некоторые команды могут быть довольно запутанными чтобы создать взаимодействие нам нужно ввести команду znpc conversation create и придумать ей название вводим команду znpc conversation create и допустим тест 1 хорошо мы создали наше взаимодействие если мы будем использовать команду znpc conversation guy у нас откроется меню с нашими взаимодействиями где мы можем более удобно и быстро это все настраивать во первых мы можем здесь установить радиус по умолчанию здесь 5 на 5 блоков то есть когда мы входим в этот радиус npc будет с нами говорить допустим мы хотим изменить радиус для этого здесь нужно нажать английскую q теперь введем радиус допустим 10 блоков посмотрим теперь у нас радиус 10 на 10 блоков хорошо мы можем установить задержку как часто npc будет отправлять нам какие-то сообщения для этого мы нажимаем колесиком мышки и устанавливаем кулдаун допустим каждые 5 секунд у нас npc будет нам что-то говорить то есть будет выводить нам какое-то сообщение чтобы добавить текст нам нужно нажать правую клавишу мышки и ввести какую-то строку допустим подпишись на канал однако не забываем что пробел у нас автоматически переносит слова на другую строку поэтому здесь нам нужно использовать эти дефисы чтобы у нас это все было одной строкой нажимаем enter мы задали наш текст мы можем нажать левой клавишей мышки по нашему конверсайшен у и здесь у нас будет храниться весь текст то есть мы можем здесь создавать как бы текстовки нашего npc и более емко их здесь настраивать впрочем меня здесь все устраивает поэтому я перемещаюсь обратно закрываем менюшку с нашими конверсайшенами и теперь чтобы у нас выводилась вот это вот сообщение нам нужно ввести команду за этот npc конверсайшен сет айдишник нашего npc 1 мы можем ввести либо клик либо радиус если мы введем клик то вот это сообщение у нас будет выводиться только при клике на npc если мы установим радиус то когда игроки будут входить в определенный радиус npc нпс автоматически будет им отправлять это сообщение я буду использовать радиус вводим айдишник нашего конверсайшена нашего взаимодействия тест 1 он у меня называется и вводим радиус нажимаем enter и теперь когда мы будем входить в зону действия npc а она у нас 10 блоков как я устанавливал у нас будет выводиться сообщение которое вы указали то есть вот таким вот образом это у нас работает в целом мы плагин осмотрели там еще осталось несколько команд которые я уже не стал упоминать поскольку считаю их довольно несущественными самое главное такое ключевое что могло вас заинтересовать как установить команды на npc как установить кастомный скин как сделать какие-то взаимодействия вот это вот все дело мы осмотрели я считаю что благодаря этому данный обзор уже получился довольно информативный если вы хотите более детально ознакомиться с возможностями плагина которые я не осмотрел то добро пожаловать в документацию плагина там все емко разработчик описал я думаю что самое время вернуться в студию подытожить увиденное и оценить данный плагин мы осмотрели плагин под названием z npc на мой взгляд ключевая особенность данного плагина это простота никаких излишних возможностей никаких проблем с настройкой простой интуитивно понятный плагин если перед вами стоит задача разместить обычные npc на сервере которые будут выполнять какие-то команды и как-то взаимодействовать с игроками то плагин z npc является отличным решением плагин весьма хорошо оптимизирован и пока что за время его эксплуатации нареканий по этому поводу у меня нет единственное замечание которое у меня есть это во-первых периодические варны в консоли и судя по отзывам юзеров не у меня одного а во-вторых мне не очень нравится тот факт что в таблисте периодически появляются ваши npc происходит это как правило тогда когда вы входите в их зону видимости как-то отключить это к сожалению не предоставляется возможным однако эти не очень существенные недостатки нивелирует тот факт что плагин простой удобный не перегружены и работает в целом весьма стабильно ну а выбор как всегда остается за вами ссылка на плагин z npc есть в описании спасибо что посмотрели это была рубрика обзоры плагинов всем до следующей пятницы всем удачи и всем пока а